Приветствую вас, и вот знаете, отвечая на ваш вопрос, мне бы хотелось сразу заметить, что вот ваша постановка, сама вопрос о том, что обязан ли я, да, она вызывает уже сомнение, то есть, если вы считаете, если вы спрашиваете, обязан ли вы, у нас, да, то ответ подразумевает, что, какой ответ, ну, какую обратную связь вы ожидаете услышать, либо обязана, либо нет, либо нет, и что вы будете делать в случае, если кто-то скажет, что обязана, а то вы будете делать в том случае, когда кто-то скажет, что нет, не обязана, ну, понимаете, то есть, здесь все-таки нужно исходить из того, что вы сами думаете, и если вы не уверены в этом, ну, вот в том, что вы сами думаете, в том, что вы сами считаете, например, то это уже вопрос, то это уже вопрос для личных консультаций, это уже вопрос для работы с вами, вот. На самом деле, вы здесь, на мой взгляд, находитесь в позиции жертвы, то есть, в такой позиции, когда от вас практически ничего не зависит, когда вы практически ни на что не влияете, и, собственно, из-за этого вы и страдаете, как это видится мне, возникает, конечно, только такой вопрос, ну, а если вы, если вы страдаете, то то, ради чего вы тогда все это терпите, то, что вот происходит. Вообще, конечно, мириться с тем, что делает свекровь, вы не обязаны, это одно значит. Другой вопрос, еще раз повторяю, чем вызвана у вас такая постановка запросов к психологу, то есть, вы пишите, помогите, как мне примириться? Ну, никак не примиряться, если, если ваш муж не хочет решать эту проблему, если он, по сути, шантажирует вас, если он, по сути, вынуждает вас, да, ставит перед выбором, то никак, потому что, можно примириться, если муж поддерживает, можно примириться, если муж на вашей стороне, если муж говорит, там, например, подожди немножко, да, там, я что-то сделаю, там, или подожди, ситуация наладится, в этом случае, да, можно что-то. Так как ведет себя ваш муж, не представляется никакой возможности примириться, потому что, по сути, из вас делают виноваты во всем. Интересует меня, скорее, другое. Вы себя, как-то, неправильно поставили. Вы себя, определенно, как-то, неправильно поставили во взаимодействии с мужем и свекровищем, что они оба позволяют себе вам, относиться к вам именно так. И вот здесь, конечно, ну и на работу. Вы говорите, что, как мне примириться, то есть, как мне свыгнуться, как мне терпеть, да, то есть, как мне, по сути, подавлять себя, вот. Вы говорите, что копите обиды. Понимаете, вот, с одной стороны, вроде бы, вы правы, да, что, ну, свекровь не должна вмешиваться, там, в дела ваши, да, в дела ваши мужа, это понятно. Но, с другой стороны, можно же проявить и мудрость, можно же относиться к свекрови соответствующее. То есть, постараться, например, понять, что она старая пожилая женщина, которой, по сути, мало что осталось в жизни, и которая боится остаться одна, возможно. Вот. постараться относиться к ее поведению, к ее поступкам, как к чему-то неадекватному. И воспринимать всерьез, совсем соглашаться. Увидеть мотив, который движет ею, который движет ею в ее действиях по отношению к вам, например. И лишить ее этого мотива, да, то есть она получает какую-то выгоду от того, что ведет себя с вами определенным образом. А вы, вы не даете, например, ей это, понимаете? Вот. Это то, что вы тоже можете сделать. Это то, что тоже вам спасибо. На самом деле. Вопрос здесь, вопрос здесь в другом. Хотите ли вы этого всего? Понимаете? Вот. Нужно ли вам это все? Вот это вопрос. Если нужно, то, ну, хорошо. Будете работать, будете стараться что-то делать, к чему-то стремиться. Вот. Будете как-то корректировать себя, свое поведение. Своё отношение к свекрови, к музею и так далее. Вот. Увидите, увидите, чем конкретно додевает вас то, что произошло. Ну, то есть, что вот именно, что конкретно вас раздражает. Вот. Понимаете? Все это можно будет сделать. Что это можно будет сделать? Вопрос здесь именно такой, что хотите вы, да? Что вам ближе, что для вас важнее. Понятно, что муж, он тоже поступает как-то странно, да? И тогда немного, что ведёт себя вот так, говорит, шанталирует вас. Вот. И тогда. Это, конечно, странно. Его, его, поведение странно. Но, опять же, за этим может что-то скрыться. За этим может что-то скрываться. Какая-то его позиция, какие-то его, может быть, страхи, там, ну, что-то ещё. Вот. Обратно, если выключаясь в том, повторюю, ходите ли вы с этим что-то делать. Вот. Если, ходите, то, можно, ну, можно что-то менять. А если нет, то лучше оставить всё как есть. Понимаете? Лучше оставить всё как есть и уходить от мужа. Потому что он, скорее всего, не изменит. Он, скорее всего, будет таким же. Как и всегда. Как и сейчас. Вот. Понимаете? Вот так. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, надеюсь, я дал именно ответ на то, что вы спрашивали. Вот. Надеюсь, что я дал вам ответ. Потому что вы спрашивали, обязаны ли вы. Вот. И, соответственно, я говорю, что нет. Не обязаны. Ни в коем случае не обязаны. Вот. Но нужно понимать, нужно понимать, что вы хотите. От этого всего. Нужно понимать, что вам нужно. И уже тогда можно что-то делать. Вот. Потому что, ну, здесь вот прямо, на мой взгляд, чувствуется, как вы просто сейчас свои обиды сюда выражаете. Да. То есть, вот, муж такой. Развыгроз такая. И так далее. А предыстория этого всего. То есть, вот вы говорите, что до рождения ребенка, она не лезла. Все будет нормально. А будет до рождения, и резко стало, и резко надо знать, что происходит. Ну так, не она лезла. Не она лезла. И не из-за этих странностей вы стали конфликтоваться с мужем. Понимаете? Это вы стали конфликтоваться с мужем. Просто не из-за кого-то. Если на вас что-то влияет, вы позволяете этому влиять. То есть, понимаете, Марина, побольше ответственности за себя. Вот. И муж там, может быть, тоже не свободен, и он, ну, не хочет, не хочет, может, с вами расставаться. Ну, и против мамы пойти не может. То есть, тут тоже нужно выяснять эту историю, как все происходит. Понимаете? Вот. А, поэтому, терпеть все, что вам не нравится и не обязаны, но нужно дифференцировать, что именно терпеть и что, по какой причине не нравится. Понимаете? Живете вы, в конце концов, с мужем они со своей кровью, и он вполне может иметь с ней нормальные отношения, если установите четкие границы. То есть, просто четкие границы. То есть, просто четкие границы. Как, как, что, когда, где, с кем, почему и прочее. Как можно более четкие регламы. Вот и все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно изучите тему треугольника Карпмана. Я думаю, что вы увидите в нем что-то связанное со своей позицией. Вот. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Подписывайтесь. Поехали. Поехали. Продолжение следует...